Асклипиос. Эффективная гигиена – залог безопасности пациентов. В больнице люди постоянно находятся в тесном контакте друг с другом. Каждый из них несет в себе разнообразные микробы, то есть бактерии и вирусы. В организме любого здорового человека есть микробы, например, на коже и слизистых оболочках. Однако некоторые из этих микробов являются так называемыми полирезистентными возбудителями. Попадая в организм, они могут вызывать инфекции, трудно поддающиеся лечению. Иммунная система стационарных пациентов часто ослаблена. Дополнительными уязвимыми местами являются открытые раны или точки установки катетеров. Поэтому одной из главных составляющих системы безопасности пациентов для Асклипиос является соблюдение гигиены. Каким образом микробы попадают в больницу? Каждый человек является носителем микробов. Опасные микробы могут попадать в клинику с пациентами и посетителями, которые даже не знают об этом. Сами они при этом не заболевают, они являются лишь переносчиками. Что делает Асклипиос для защиты пациентов? Чтобы защитить пациентов, в каждой больнице есть медицинские гигиенисты и квалифицированные сотрудники, а также врачи и младший медицинский персонал, ответственные за гигиену. При поступлении в стационар у пациентов, относящихся к группе риска по определенным микробам, берется мазок для исследования. В случае положительного результата проводятся усиленные защитные мероприятия. Асклипиос постоянно работает над дальнейшим улучшением гигиенических мероприятий. Среди них можно назвать установку дверных ручек с дезинфицирующим медным покрытием. Дезинфекции рук придается такое большое значение, что все клиники группы Асклипиос принимают участие в акции «Чистые руки». Руки являются основными переносчиками микробов, поэтому наиболее важным гигиеническим мероприятием является дезинфекция рук. При тщательном применении дезинфицирующий раствор надежно уничтожает 99,9% всех микробов. Во время пребывания в клинике пациенты и посетители также должны регулярно дезинфицировать руки. Дозаторы с дезинфицирующим раствором имеются во многих местах клиники. При этом решающую роль играет правильная техника дезинфекции. 1. Ладонь о ладонь. 2. Правая ладонь поверх тыльной стороны левой кисти, а левая ладонь поверх тыльной стороны правой кисти. 3. Круговые трущие движения большого пальца левой руки в сжатой правой ладони и наоборот. 4. Ладонь о ладонь со скрещенными, широко расставленными пальцами обеих рук. 5. Наружная сторона скрещенных пальцев, а ладонь другой руки. 6. Круговые трущие движения назад и вперед кончиками пальцев правой руки в левой ладони и наоборот. 7. Дезинфекция рук должна обязательно проводиться до и после каждого контакта с пациентом. 8. Также важна дезинфекция непосредственного окружения пациента. 9. Для этого используются дезинфицирующие салфетки и тряпки. 10. Для пациентов и посетителей действуют следующие правила. Тщательно мойте руки, особенно после посещения туалета. 11. Регулярно дезинфицируйте руки дезинфицирующим раствором из дозаторов, особенно по указанию лечащего врача или младшего медицинского персонала. 12. Напоминайте друг другу о необходимости дезинфекции рук. 13. Держите свободными поверхности прикроватных тумбочек. 14. Избегайте прикосновений к катетеру или ранам. 15. Ознакомьтесь с информацией по правилам гигиены и обращайтесь к персоналу клиники с вопросами, если что-то остается неясным. 15. Кроме того, имеются правила специально для посетителей. 15. Посещайте клинику только в здоровом состоянии. 16. Откажитесь от посещения, если у вас грипп, простуда или диарея. 16. Наши сотрудники охотно помогут вам во всех вопросах, касающихся гигиены. 16. Откажитесь от посещения Next Street. 21. Обческая промышленность. 16. Откажитесь у вас сùng на Maggie Бюшке. 20. Откажитесь от тем, что нажми на каждом стороне. 22. Откажитесь по тем, что нам помется.